Неготовыми оказались представители администрации города Волгограда к рассмотрению анализа поступлений доходов в казну города от платы за негативное воздействие на окружающую среду. Во всяком случае, руководители департаментов экономического развития и по охране окружающей среды и природных ресурсов, которые должны были отчитаться о проделанной работе, не смогли ничего внятного сказать по существу. На учете в Росприроднадзоре состоит менее 30% предприятий, зарегистрированных в качестве налогоплательщика. Это данные по Российской Федерации. Не все природопользователи, вставшие на учет в территориальном Росприроднадзоре в управлении, вносят плату за негативное воздействие на окружающую среду. Учитывая изложенные и принимая во внимание увеличение с 1 января 2016 года норматива зачисления в местный бюджет от платы за негативное воздействие на окружающую среду на 15%, а также в условиях активизации работы управления Росприроднадзора по Волгоградской области по поступлению на учет в качестве платильщиков платы за негативное воздействие на окружающую среду, работа органов местного самоуправления по наращиванию доходной базы от данного источника должна получить новый импульс развития, тем самым способствовать пополнению доходной части бюджета. Казалось бы, что мешает получить этот импульс и взяться за дело. Однако дать дело, судя по выступлению чиновников, еще далеко. Пока только предложение и рекомендации. Провести ряд мероприятий и действий, которые позволят достигнуть дальнего результата. Первое. Рассмотреть возможности подготовить законодательные инициативы на предмет введения нормы, предусматривающей обязанности хозяйствующего субъекта, встать на учет в качестве платильщика платы за негативное воздействие на окружающую среду, а также введение административной ответственности, как за уклонение внесения указанной планы, так же и за постановку на учет в качестве платильщика. Но еще более беспомощной выглядела речь руководителя департамента по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Волгограда. Да, даже не знаю, все, что написано, это все Сергей Владимирович сказал. По поводу собираемости налога, не налога, а сбора за... То есть в Краснодаре, если брать Краснодар, то у них достаточно высокие сборы, но у них платят все бюджетники. То есть если даже взять в нашем городе все муниципальные предприятия, учреждения, все осуществляют плату. У нас в городе эту плату не осуществляют ни одну, скажем так, мы, наверное, одни осуществляем. У экономического развития они тоже осуществляют плату. Единственные, наверное, кто. Вот, то есть, может быть, есть смысл посмотреть в эту сторону. А вот, потому что диаграмм, который висит, вот количество субъектов состоящих на учете и количество кровопользователей, вот, это, если они должны стремиться, цифры одна-другой? Ну, однозначно должны, однако, вот, Евгений Владимирович отметил эту невозможность, вернее, отсутствие в законодательном плане обязанности на постановке на учет плательщиков данного сбора. То есть, это обязанность у них отсутствует. Плательщик, ну, уведомительный характер носит, расчета сбора носит уведомительный характер. То есть, налогоплательщик сбора самостоятельно рассчитывает и уведомляет Росприроднадзор о платье, которое он должен носить. Какая-то мотивация есть, что он должен это делать или нет? То есть, это можно делать, можно не делать. Ну, фактически так и есть. Потом последовали вопросы к представителям мэрии Роспотребнадзора. В результате вообще зашли в тупик. И решили, что к вопросу нужно подготовиться обстоятельно и вернуться к нему вновь в ближайшее время.